Петрушка Вятский вернулся из северной столицы в Киров. В течение недели в Санкт-Петербурге проходил фестиваль Кук-Арт. Крупнейший в России фестиваль Бьеннале, посвященный театру кукол и синтетическому театру. В нем приняли участие 40 театров из 10 стран мира. Кировские актеры кукольного театра приняли участие в большой программе «День Петрушки». Подробности в сюжете Елены Крыловой. Это Петр Петрович и его благоверная Марфа Петровна. Любимцу не только детей, но и взрослого зрителя Вятскому Петрушке около 10 лет. Пока этот герой рос, постепенно в его семье начали появляться новые персонажи. Сейчас их около 10. Помимо его невесты появилась собачка, солдат, доктор, ребенок и другие. Каждое представление проходит как индивидуальный спектакль. Актеры постоянно импровизируют. Тут все зависит от зрителя, настроения или ситуации. Плясать будешь? Вот, плясать будет. Ты посмотри, ты посмотри, я хлопаю тебе себе. Целую неделю в Санкт-Петербурге на различных городских площадках лучшие кукольники со всего мира показывали свои спектакли. Вся программа фестиваля уже по традиции была разделена на три части. Основную, клубную и специальную. Последняя из которых проходит прямо под открытым небом. Спецпрограмма фестиваля, как бы такая, Петрушки на Невском. Это программа, посвященная именно уличным театрам. Публика была замечательная. Вот, конечно, интересно куда-то выехать, потому что даже сравнивая нашу публику, наши реагируют на одно, вот смеются над одними шутками. В Петербурге было удивительно, там реакция была на другое, но, тем не менее, принимали очень хорошо. Крупнейший кукольный международный фестиваль «Кук-арт» проходит с 1993 года. Кукольники со всего мира привозят в нашу культурную столицу свои спектакли. По словам кировских артистов, программа бывает очень обширной и интересной. Елена Крылова, Влад Можейко, Новости 43.